Здравствуйте! Меня зовут Елена Сергеевна Солотовникова. Мы с вами уже знакомы, но тем не менее для наших пытливых умов мы представимся. Как зовут вас? Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав. Я хочу сказать, что я давно ищу способ, который поможет мне преодолеть такой недуг, как герпес. Это рецидивы. За редким исключением это почти каждый месяц. На губах постоянно. И сколько это длится уже? Простуды. Это уже длится очень долго. Не один год. Больше пяти лет. Это точно. Но вот заинтересовал именно метод гипертермии. Ну а вообще вы заинтересовались герпесом. Вы, наверное, много прочитали о нём. Знаете очень много? Да. Я искал способы. Ну разные были способы. Потому что, скажем так, иммунологи мне не помогли. То есть было неоднократное обращение. Это правда. То есть ацикловир. Была терапия неоднократная. То есть результат. Ну очень быстро всё вернулось. Буквально. То есть месяца два. Как будто ничего я не мог. Что ещё я пробовал? Ну закалялся понятно всё это. Не скажу, что я там сильно чистился. Так уж порно голодал. Такого не было. Ну какие-то принципы общий применял. Старался. Ну вы уже поняли, что герпес надо победить какими-то такими методами жёсткими, да? Да, да, да. То есть вот эти все методы именно нужны жёсткие методы. Потому что моя практика показывает, что ничего не меняется. А чем вы ещё лечились? В каких-то центрах медицинских, может быть? Где вы пробовали найти ответ на свой вопрос? Ну вот недавно я был в центре Ольги Евгеньевны Гуреевой. Тоже вот она применяет хороший центр. Массаж я убрал и другие процедуры убрал. Ну и конечно я хотел попробовать именно раствор солодки. Он так называется, да? Как он называется? Он называется гемокорректирующий раствор. Гемокорректирующий, да? Да, гемокорректирующий раствор с солодкой, да? Нет, там даже написано с солодкой. Он просто гемокорректирующий раствор. Ну все знают, что это в разговоре с солодкой, да? Да, это солодка. Я так и просил, поставьте у меня раствор солодки. Ну, результат какой был? Температура поднялась незначительно совсем. Было 37,5. Это максимальная температура. То есть совершенно Алина здесь спокойно воспринял. Что было ещё? Ну, озноба не было. Ну, скажем так, вот просто температура 37 поднялась опять и спокойно опустилась. Это была максимальная температура. Больше она у меня не поднималась. Полежал, ушёл. То есть, ну вот, я ожидал именно гипертермии. Вы, наверное, слышали уже об этом? Да, да, да. Я слышал, что... У сада Домникова проходит жёстко так, да, с гипертермией. Да, да, да. Вот я ожидал такого эффекта. Но на меня вот именно этот раствор не оказал такого, ну, должного или ожидаемого эффекта. Ожидаемого. Да, то, что я ожидал. Ну, я как решил для себя, что нужно искать дальше. Искать дальше. И на тот момент я не знал, что есть именно раствор... Разница есть. Раствор Солодовниковой и раствор Солодки. То есть, вы думали, что это одно и то же, да? Ну, по сути, да. Я не знал. Разницы я не знал. Разницы я не знал. Мне захотелось попробовать именно раствор Солодовниковой. И вы стали автором искать, да? Да, я стал искать автора именно вот раствора этого. То есть, так я вышел на спиртинг. Вот поставили раствор. В какой концентрации, если вы получите? Так, концентрация... 10, наверное, было. Нет, мы ему сначала сделали внутривенно 5 на 5. Прямо шприцем, да. Там было 7, по-моему, кубиков. А вот концентрацию... Ну, была невысокая концентрация, да? И как она прошла? Какая была реакция, конечно? Получалось, начался сильный ознод. Через некоторое время? Ну, поставили буквально, наверное, через... Ну, где-то полчаса прошло. То есть, у меня начался сильный ознод. То есть, ну, очень специально. Достаточно силей, которые не испытывали раньше, да? Очень специально. И такого я... Ну, я не то, что препараты, я просто такого по жизни не испытывал. То есть, очень сильно трясло. Головная боль. Вибрировало все тело, вот прямо в какой-то заданной амплитуде, да? Вот болело. Да, ноги, руки. То есть, ну, не подчинялось всем шумам. То есть, трясущееся тело, которое можно было наблюдать. Головная боль длилась, наверное, где-то минут 40. Сильная головная боль? Достаточно. Довольно интенсивная боль была. Да. Ну, болела голова вся. Я не могу что-то... Как-то отдельную область назвать. Но болела вся голова. Потом вот озноб резко. Ну, это тоже где-то... Вот как-то примерно одновременно ушла головная боль. И ушло озноб. У меня так организм реагировал. И началась... Да, где у вас вышел герпес? И когда вот вы заметили, что у вас вышел герпес наконец-то? Отсыпано. То есть, да. Герпес начал проявляться на следующий день уже, наверное, к вечеру. Уже как бы болевать начало, да? Или не болело? Нет. Оно немножко начинало. Так как без зуба. Небольшой. Не как обычный. Я хочу сказать, разница есть между... Как у вас в простой жизни герпес выходил и после препарата? Вы знаете, по-разному было. По-разному, да? Ведь как-то вы заметили, да? В жизни тоже было разным. Ну, то есть, может быть, я бы сказал, что не так интенсивно было. Друг раз обнаружили, что высыпание, да, есть? И вот там нижняя, вообще сильная уложила. Верхняя. Ну, то есть, сильно. Вот именно что. Вот этим можно именно сильно. А вам еще раз ставили раствор? Да, раствор ставили. Три раза. Угу. И какая самая высокая была температура в конечном итоге? Вы можете назвать? Ну, вот она была сорок и семь. Сорок и семь. Выше, я не помню. Сорок два и четыре. У тебя еще была. Сорок два и четыре. Это на киназ. Ну, это киназ был, да? Угу. Ну, я хочу что сказать, что в помощь к раствору мы, конечно, применяем еще другие препараты, потому что мы понимаем, что герпес, когда пребывает в Ардамиле довольно долго, и образуются различные сопутствующие факторы, сопутствующие образования в виде кист, в виде спайк и так далее, где начинает и находятся в пристанище бактериальной инфекции. Вот. И в нашем арсенале есть вот такие препараты, как киназ. Вот вы с ним работали. Да. Вот как он у вас поработал в организме? Можете сказать? Реакция вот была очень похожая на раствор, но отличие было то, что температура поднялась здесь сорок, два, четыре. А дозировка какая была? Так. Дозировка была… Ноль три, наверное. Ноль пять и ноль пять. Ноль пять. У меня записано, но я… Да. Ну я знаю уже, как они работают. Да, но мы еще сначала делали моему чагу. Первым, что у тебя была чага, помнишь? Самый первый был чаг. Да. И так же выбаливало все, да? Те же самые… Голова, да? Голова. Голова тоже… Ну вот во всех случаях… Крестец, да? Голова болела где-то вот интенсивно, но где-то… И потом боль спускалась… Крестец этот… Спутник был постоянным во всех случаях, неизменно. То есть крестец был. И он довольно долго так, ну, выкручивал. Ну, я вам благодарна за это интервью, за ваше наблюдение, за ваши записи. Вот. И я должна сказать, что, скорее всего, вы уедете с домашним заданием, потому что вы ограничены во времени и не можете довести до логического завершения курс. Поэтому вы уедете с домашним заданием, то есть вы теперь уже знаете правильно то, что вам давали, где они предлагали. А вы анализировали. Вот это я всегда приветствую. Раз вы анализировали, значит, герпес еще не так сильно поразил вашу центральную нервную систему. Вот. А сегодня, когда он начал уже выходить из организма, я думаю, вы прямо на пути каких-нибудь свершений хороших, мозговых таких. Я вам желаю здоровья. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое за ваши растворы, за ваше желание помогать. Спасибо большое.